Привет всем снова! Благословение из Южной Африки и от Израиля Божьего. Слава Богу! Благословляем всех, которые смотрят передачи о пророческие грани с Деборой. Я думаю, многие тысячи будут назидаться и получать благословение через это. И сегодня мы решили еще, думаем, надо что-то записать, на самом деле что-то важное и благословенное для тела Христова. И спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете, потому что, ну, на самом деле мы не враги, мы никому не враги. Мы не враги никакой плоти и крови. И даже те критики, и те, кто осуждают, и те, кто будут критиковать и осуждать, мы уже заранее из вечности вас благословляем и благословили. Никакого зла мы ни на кого не держим, потому что у нас нету времени. Нету времени. Время коротко, и мы дорожим временем. И очень важно высвобождать те вещи, которые Господь дает нам. Сегодня утром я имел ночью определенное духовное переживание, о котором я вам не скажу, потому что вы реально приткнетесь, возлюбленные. И у меня еще нет уверенности высвободить это, может, на одной из конференций. Нет, это не был Господь Иисус, Дух Святой или Отец. Это было что-то другое, что пока может быть неудобно в разумительном. И когда я размышлял об этом, я вышел на кухню, и Дебора говорила, что она получила слово. Прошлой ночью она получила слово от Господа, и она поделилась этим словом. И когда она высвобождала это слово, мы оба почувствовали важность того, что его сейчас для тела Христова очень важно и высвободить. Оно, как всегда, своевременное и очень важное. И примите, пожалуйста, его серьезно, потому что это ключевое слово. И это слово, которое будет творить историю. Это важное слово. Поэтому я предоставляю время Деборе высвободить это слово, которое она получила от Господа. Такое интересное было видение, в то же время переживание, где Бог, Он очищал многие вещи сердца. И все мы помним Елисея и его слугу Геезию. И когда они служили и зашли к одной женщине с сыномитянки, у нее не было детей. И это такие прообразы интересные, где женщина, она как прообраз церкви, как прообраз тела Иисуса Христа. И где женщина принимает решение забеременеть, в то же время не сохранять себя, свое тело, не сохранять свое расположение. И беременеть видение. Не каждая церковь, она может понести видение. Но та церковь, которая на самом деле решает умереть для себя, она может принять во чрево и понести и родить это Божье видение. И это очень глубокая тема о Божьем видении. Но происходят определенные моменты, где видение вдруг погибает. И отец, который на поле трудился, он приносит это видение, приносит этого ребенка к матери, как прообраз церкви. И церковь не знает, что делать. И она смотрит на это видение, она смотрит, что у видения болит голова, что есть также прямой прообраз соединения с головой, со Христом. И она не знает, что ей делать, но это видение на руках погибает. Что приходится делать? Приходится обращаться к людям духовным. И мы можем увидеть Елисея и Геезию в этот момент. Она хочет пойти к ним. И очень интересный момент. Когда вся эта ситуация разворачивается, Елисей, который привык двигаться даром, талантом, жезлом, посохом, он передает этот дар своему слуге. И говорит, отправляйся вперед к этой женщине, иди к этому ребенку. И что сделает? Положи этот посох на ребенка. Что это означает? Это означает то, что мы привыкли где-то двигаться даром, привыкли где-то двигаться служением своим, определенными талантами, умениями, которые были на протяжении нашей жизни. Но что происходит? Когда Геезия приходит к видению, к этому ребенку, кладет этот посох, жезл на ребенка, ребенок не воскресает. И я верю, что наступило, не наступает, но наступило это время, когда мы не сможем двигаться просто даром, талантом, определенным жезлом, который есть. Это неплохо, это хорошо, но есть что-то важное, есть что-то большее. И Бог хочет пойти больше и дальше и глубже. Что происходит дальше? У этой женщины была определенная постель дома, и это говорит о том, что эта постель она принадлежала пророку, пророку Елисею. Это говорило об определенных отношениях. Она положила на его постель, да? Она положила на его постель. Это говорит об определенных отношениях и соединениях в теле Иисуса Христа. Не на уровне только функции и дара служения, но на уровне отношения. Ребёнок не воскрес от дара, ребёнок не воскрес от того, что был возложен определённый объект, которым служил Елисей. Но когда Елисей пришёл в то место этой женщине, и я верю, что это как сфера души нашей, где мы определённо даём место для какого-нибудь человека, съедая его, преломляя его, не только дар, но преломляя его как личность, преломляя его сердце, только на этом уровне начинают происходить чудеса. Что делает Елисей? Елисей, он берёт этого мальчика, и он соприкасается с его телом. И Елисей — это не просто прообраз пророка, пророческого человека, это прообраз тела. И когда мы движемся, это не просто движется одна личность, это движется тело. И Елисей, что он сделал? Он лёг на этого ребёнка, он соприкоснулся полностью всем телом с этой мертвичиной. И это тот момент, когда всё мёртвое, которое нам сказал Бог, где мы будем возлагать руки, будем исцелять, ну, Он сказал, что мы будем воскрешать. Есть глубже воскресенье — это когда тело начинает согревать другие объекты видения или то, что было отпавшим, оторванным, отрезанным, угнанным. Мы можем двигаться не просто даром, но мы можем двигаться как тело и согревать другие тела. Мы можем дышать дух жизни, который дышит и даёт жизнь видением детям духовным, физическим, телу, и передавать эту жизнь. Он смотрел глаза в глаза, Он совсем соединился, Он соединился с той мертвичиной. И что произошло? Жизнь начала передаваться. Я верю, что наступило время, где мы не сможем двигаться только функцией или даром. Есть выше — это отношения. Отношения в теле. И эта женщина, она ждала Елисея не просто как пророка, как божьего человека, она ждала его как члена семьи. И в этом большая глубина и таинство. И это та часть, где в теле происходит много блуда, где очень удобно вне брака, вне завета послужить и пустить семя. Но оно будет как семя пролебодеяния, как семя блуда, которое осеменило и ушло, и не имеет ответственности. Но за отношения мы несем ответственность. Нельзя просто так иметь отношения без ответственности. И это очень прекрасное время, когда Бог призывает в своё тело взять ответственность. Не просто нести дары, не просто опрыскать семенем Божьим, но иметь отношения как в супружестве. Это то, к чему нас призывает Бог, то, к чему нас призывает отношения и тело. Иисус не просто посел в семя и ушёл, Он послал нам Духа, который живёт внутри нас. И это определённые отношения, через которые уже происходит взаимодействие. И это очень интересный момент, потому что на самом деле мы сегодня молились, мы высвобождали это в тело Иисуса Христа, чтобы через эти отношения, это не просто функция сейчас Израиля, ЮАР, это определённые отношения, которые подарил Бог, которые высвобождаются из этого места, где построено не на функции, но построено на отношениях. И всё, что построено на функции, это есть блуд. И это нужно назвать своим именем. И очень много блуда в теле через просто функции, которые не имеют никаких обязательств. Но где есть отношения, есть обязательства, как и в семье, за мужа, за жену, за ребёнка, где мы взаимодействуем. И уже слово «взаимоскрепляющие узы любви» говорит о работе над отношениями двух сторон, не односторонне и не просто встретились, что-то произошло и разошлись. Я верю, в теле Иисуса Христа кровь, она нас омывает, она соединяет, и мы не можем быть в теле Иисуса Христа разделёнными. Это не означает также, что все должны теперь, вот только вот так, есть определённые пазлы, с кем Бог соединяет. И важно услышать, смириться, также принять эту честь, но в то же время принять эту ответственность от Господа, быть вне блуда, но быть во взаимоотношениях в завете Божьем. Очень многие боятся входить в заветы определённые, и этому был определённый, наверное, ход исторический, где много было разделений через это, где много было непонимания. Но мы не можем через то, что, вспоминая старое, доказывая, что с нами не произойдёт такие старые моменты, доказывать своей жизнью, что я не такой. Есть вещи, где Бог хочет соединять сегодня глобально тело Иисуса Христа, без всякого блуда, без всякого извращения, без всякого соединения, которое вне Бога. И нам важно также открыть эту сферу перед Богом. Есть ли у нас эти взаимоотношения, есть ли у нас эти отношения с людьми в теле, открыты ли наши сердца, служим ли мы просто функцией или даром, жезлом, или мы служим всё-таки из сердца в сердце и даём Богу течь. Дары – это чудесно, таланты – это замечательно, это всё от Бога. И оно не приложено, но есть что-то большее. И это отношения из сердца в сердце, в теле Иисуса Христа, которое сейчас Бог открывает. Аминь. Спасибо, Дебора. То есть, смотрите, насколько это здорово. Посох не помог. Нужно было личное присутствие, личное посещение Елисея, чтобы совершилось чудо воскресения. Я думаю, мы начнём видеть чудо воскресения, как духовного, так и физического, больше, когда мы на самом деле станем больше телом. Ты, я думаю, прекрасно знаешь, когда её приглашают, меня приглашают в разные места. И иногда ты просто чувствуешь, как тебя хотят поиметь. Тебя не приглашают, как дочь Сиона, тебя приглашают, как проститутку с публичного дома. Где тебя хотят поиметь. Хотят получить удовольствие. Хотят поиметь тебя через те дары, через то помазание, которое на тебе. Хотят урвать себе что-то, но при этом взаимоотношений не хотят. И есть те, которые приглашают тебя. Да, они получают благословения, но они также и получают взаимоотношения. Поэтому, к чему это послание? Друзья, начините ценить взаимоотношения больше, чем дары и помазания. Потому что всё устрояется в Доме Божьем на взаимоскрепляющих связях. И это имеет в виду взаимоотношения. И мы понимаем, что... Что такое оргазм? Оргазм это как апогей. Это что-то, когда наслаждение достигает высочайшего пика. И при этом, во время этого оргазма происходит высвобождение семени. И должно происходить принятие семени. Так и духовно. Но есть те, которые не хотят ответственности. Почему люди не хотят забеременеть? Не хотят ответственности. И Бог поднимает людей, которые будут ответственны в царстве. Не просто те, которые хотят хватать от одной конференции до другой. Конференция такого служения оргазма. Получить где-то, потрястись там. Получить где-то удовольствие. Пару раз упасть. Почувствовать это присутствие Духа Святого. Пережить это всё. И при этом сказать, нет, не надо. Христос, мне Твоё семя не надо. Пощекоти мои нервы. Дай мне удовольствие. Дай мне наслаждение. Но семя не надо. Нет, когда Иисус приходит и касается Своим присутствием, Он высвобождает Своё семя. Семя Христово. Для того, чтобы оно... Помните, написано слово «семя». Довселяется Слово Христово. Довселяется в вас обильно со всякой премудростью. Поэтому нужно научить принимать это. Ты, кстати, сегодня утром говорила о духовной порнографии. Что это такое? Как ты видишь, вот, духовная порнография. Люди сейчас, многие сидят, даже многие служители сидят на физической порнографии. Когда мы смотрим проповеди, когда мы смотрим определенные учения, возбуждаемся, но дальше не принимаем никакого семени. Потому что только возбуждение, как ты сказал, только, скажем, душевный, духовный, в кавычках, оргазм, но больше и дальше некуда. И многие имеют это вожделение. Мы не просто так эти вещи говорим, мы сами эти вещи практикуем, отрекаемся. Мы также даем семени Божьему очистить, огню Божьему очистить. И это не просто какой-то критический, осуждающий момент. Нет. Мы ходим в этом, мы даем Богу проникать во внутренность. И мы хотим это передавать для того, чтобы тело Иисуса Христа глобально, оно очищалось. Чтобы мы смотрели на мотивы нашего сердца. Почему мы делаем то, что мы делаем? Почему мы едем служить? Для чего? Какая цель? Для того, чтобы прославиться, для того, чтобы что-то получить, но не иметь никакого коннекта. Но Бог нас призывает к любви. Бог нас призывает к взаимным отношениям. Как нас будут узнавать? По взаимной любви. А что и где есть взаимная любовь? Где есть отношения? Где есть какое-то взаимодействие? И Бог нас всех призывает в этом. Мы верим, что Бог хочет очистить нас от всякой скверны, от всякого семени блуда, которое может жить внутри сердца, и которое не дает приблизиться и познать нам Господа. Именно это семя блуда. И также Бог хочет очистить нас от всякой порнографии. Мы можем только на уровне физическом отрекаться от мастурбации, от анонизма, от прелюбодеяний, от порнографии. Но мы можем давать этому место в нашей душе и в нашем духе, разжигаясь плотью, разжигаясь душою нашей на какие-то вещи, получая удовольствие, но в то же время ничего не отдавая, ничего не принося, но в то же время и не беря ничего. И при этом получается бесплодие духовное и душевное в теле Иисуса Христа. И я верю, что Бог хочет принести свои плоды и свою жизнь, потому что Он есть Бог жизни. Он хочет сеять эту жизнь внутри нас, внутри своего тела. И телу важно также переосмыслить, в чем мы стоим, как мы стоим. Снова эти вещи мы говорим, мы приходим так же перед Богом, чтобы Бог очищал наши сердца. Мы каемся, мы отрекаемся, мы так же ходим в этой истине, мы учимся ходить в этой истине. Я думаю, что пришло время на самом деле поразмыслить, в каких мы отношениях. Иногда мы хотим с кем-то иметь отношения, но мы только хотим какого-то помазания, мы только хотим знаменитости того, что мы знаем того или иного человека, но в то же время это называется духовный блуд, духовное использование. И там нету Божьего, и там нету света, там есть тьма, которую нужно назвать своим именем, что это тьма, что это не свет, что это порнография, где мы пересмотрели что-то, и мы это приносим. И мы дальше пытаемся инфицировать тогда тело Иисуса. Мы так же отрекаемся от этих вещей. И мы так же опять говорим, стоим в этой истине. Это очень важное послание для тела Иисуса Христа. Потому что Бог хочет поднять свое тело и отрезать от всякого тела из-за вели, от всякого тела проституции, от всякого вина блудодейственного, от всяких мантий, одеяний, всеоружий, которые не есть Божьи, которые есть всеоружие из-за вели. И важно нам это перенести перед Богом, чтобы оно было взвешено, чтобы оно было просвечено, чтобы оно было очищено огнем, потому что эта цель и функция преобразится нам в образ Христов. Это то, куда нас Бог ведет, чтобы мы познавали Его и Его образ. Аминь. Если мы хотим царства, силы и славы, нам необходимо очищение священия. Исайя, он был пророком до шестой главы, но потом что-то изменилось. Он видел Господа, и он получил очищение через Серафима, который принес уголь с небесного алтаря и коснулся его уст. Нам нужны эти небесные огнистые камни, чтобы они коснулись нашего естества и сердца, и мы получили очищение. Поэтому, помните сказано, когда Бог очистит скверну, развратную, эту демоническую, греховную скверну дочерей Сиона, духом суда и духом огня. Дух суда и дух огня, этот огненный меч, который из Слова Божьего высвобождается, чтобы разрушить и сокрушить все эти капища, все эти блудилища, которые верующие понастроили в своем сердце и разуме. И мы говорили вчера, что Бог поднимает пророков для того, чтобы разобраться с идолопоклонством, колдовством и духовным блудом и прелюбодеянием в теле Христовом. Поэтому Он начинает об этом говорить, и как результат этого вы начинаете слушать. Но то, перед тем, как сказать это, мы молились за свои сердца, чтобы Господь очищал нас, и будем продолжать это делать. «Интересно, ты говорила об Анане». Бог поразил Анана. Не из-за того, что он занимался актом мастурбации, не из-за этого Бог поразил его. Он поразил этого из-за того, что он был эгоистом. Не сам акт мастурбации убил Анана, но эгоизм, потому что он отказался восстановить семя брату. Он не хотел послужить семенем для восстановления своего родственника. То есть, ну это вообще, надо насколько быть эгоистом. И иногда мы становимся такими духовными эгоистами, потому что мы даже можем изливать семя, но оно никуда не идет. Оно не идет на восстановление, на исцеление, на других и на служение других. Мы изливаем это на землю, мы теряем его. Но мы знаем, что дьяволы, бесы, они могут использовать это семя. И Изавель берет это семя и взращивает его. Взращивает его в своих целях. Поэтому будьте внимательны, будем осторожны, как мы ходим. И после того, как скверно очищено, написано, что тогда Бог сотворит покров славы над всяким возвышенным местом горы Сион. Осенение днем, от жары ночью, огонь ночью, ибо над всем чтимым будет покров. Я верю, Господь почитает свое семя. Он учит нас почитать свое семя. И над всем чтимым будет покров славы, благословения. Аллилуйя. То есть, это здорово ты сказала. Как ты относишься к тому, когда, как люди... Ну, я что-то скажу честно. Что ты об этом скажешь? Есть ли какой-то элемент того, что иногда люди называют служение своими именами? Как ты относишься к этому? Служение Крюковского. Ну, мы не называем это, но там я не хочу назвать другие имена. Ну, бывает такое. Вот как ты относишься? Вот такой вот вопрос интересный такой поставлен. Я думаю, если вернуться к Анану, который изливал семя свое на землю, я это называю так, это изливать на плоть. Земля это плоть. Земля плоть. И я думаю, что семя Божье, оно дано не для плоти, оно дано для того, чтобы открыть единственного. И единственный это наш Господь. И я в своей жизни также делала определенные ошибки, но все, что мы сейчас делаем, это чтобы привести человека к Богу, чтобы человек установил личные отношения с Богом, и чтобы нигде не открылась оплоть. Но чтобы все венцы, они были положены перед одним. Не перед человеком, но перед ним. Только перед ним. Чтобы наше семя, Божье семя, Божье семя, и мы как евнухи, даем Божьему семени пройти через нас, оно не принадлежит нам. Оно Божье, оно проходит через нас, но оно сеется в другие сердца, и другие также находят Бога. Но если это будет вокруг нас, это не вокруг Христа, это не вокруг откровения Божьего. Я считаю, что имя человека, что служение человеческое, оно не может быть, оно только Божье, и мы собираемся только вокруг Него, вокруг самого Господа, вокруг самого откровения. И это только призвано открыть самого Бога, но не открыть человека, где Слово Божье говорит, чтобы мы могли умоляться, а чтобы Бог помог возрастать внутри нас. И это желание также моего сердца, чтобы меня было меньше, но чтобы открывался Христос. И это большая жертва, это крест, это смерть, но это стоит того, чтобы открылся Бог живой, и чтобы семя Божье, оно было не понапрасну на этой планете Земля, которая призвана нам открыть самого Бога. Да, представляете, служение Гриши Васечкина, помилуй мя Господи, служение Крюковского. Поэтому смотрите, мы следуем за Господом. Вообще, пророк, это тот, который указывает на Господа. Вообще, у пророков есть такая чуйка на идолопоклонство, и потому что Бог это ненавидит. Девора говорила, можно изливать семя, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, в конце концов, сеющий дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому это, мы говорили много о семени. Смотрите, кого вы, что вы осеменяете. Если вы служитель, смотрите, в кого входит ваше семя. Где вы изливаете это семя. И чье семя входит в вас. И чье семя входит в вас, соответственно. Потому что неоднократно, даже в шутку определенные, ну там, девчонки, знаешь, смотрят, нет ничего плохого смотреть Девору, смотреть Крюковского. Но мы не должны смотреть на плоть, на человека, но смотреть то, что говорит Господь через. И говорили, я подсела на Крюковского. Представляете, такой образ. Вот какой. Я подсела. Не надо подседать. Не надо. Мы все, у Девора есть муж, у меня есть жена, и у вас есть муж и жена. Не надо духовного прелюбодеяния на кого-то подседать. Ребята, это, это, ну, понимаете, о чем мы говорим? Я понимаю, что это может быть шутка, и это может быть, ну, реально, чем-то серьезным. Я думаю, я думаю, мы будем заканчивать сейчас. Вот сейчас, вот еще перед, ей сейчас паковать нужно, но мы еще вот одну темочку сейчас затронем, так вот, такую интересную очень тему, и которая становится очень, ну, тоже такой глобальной, важной. Поэтому, друзья мои, мы хотим строить взаимоотношения. Те пастора, которые с нами сотрудничают, мы всегда говорим, мы устрояем наше служение через взаимоотношения. Меня не интересует куда-то приехать попророчествовать. Я могу он у себя в офисе сидеть и пророчествовать. То есть, как вот, мы пришли себя показать, да, и других посмотреть. Нам это уже не интересно. Нам это не нужно. Мы хотим строить то, что строит Иисус. И мы хотим разрушать. Разрушать то же, что разрушает Иисус. В заключении, скажи такое, как вот, обращение. Вот мы говорили, да, проститутка, блудница. Есть только две женщины в Писании. Невеста Христа и блудница. Есть только два вида церкви. Поэтому, я думаю, помнишь, вот что ты на эту тему тоже вот скажешь, и мы вот закончим этим. Два исхода. Один исход из Египта, а другой был исход из Вавилона, Божьего народа. И в откровении сказано, выйди, мой народ, мой народ, из Вавилона. А кто такой Вавилон? Блудница. Выйди из блуда, блудилища, чтобы тебе не подвергнуть, не участвовать в делах ее, и не подвергнуться язвам ее. Подвергаются ли многие сейчас язвам блуда, будучи христиане, и молятся, и никак не исцелятся, никак не восстановятся. Получишь ли ты благословение Сиона, если ты в Вавилоне? Конечно нет. Есть только два тела, есть только две невесты, и наша задача определиться, или мы в теле Антихриста, или мы в теле Христа, или мы вместе в Изовеле, или мы все-таки в невесте Иисуса Христа, или мы несем смерть и ад, или мы несем жизнь, или мы несем Царствие Божье, или мы несем Царство Тьмы. И это такой момент, где нам придется выбрать и принять решение, за кем мы идем. Или мы снимаем все оружие из Изовели, которое есть, шлем Вавилона, броня самоправедности, пояс заблуждения, извращения, обувь, которая несет разрушение, хаос, щиты самозащиты, мечи, которые с сарказмом, которые мы можем ранить друг друга и указывать, доказывать, или мы все-таки примем одежду смирения и кротости, которая есть наш сам Господь, возьмем тот щит веры и меч Божий, который будет нести врачевание, но который будет называть все своим именем, где мы оденем все-таки не шлем Вавилона, а самого Христа на голову, надежду на спасение, на наши мысли, и где мы на самом деле возьмем эту истину, припаяшемся и будем твердо следовать тому, что нам сказал Господь. И мы этим благословляем, чтобы свобода от Духа Изавели, которая не просто в самом человеке, но есть больше, есть глобальнее, которая на теле, которая проявляется уже через города, страны, нации, через Царицу Небесную, где Бог нам дает выйти и ничего нечистого не касаться, ничего не касаться, и все, что было в этом мире и казалось красивым, и казалось добрым, все оставляя выходить в Царство Бога живого. Аминь! Аминь!